Добрый день, уважаемые участники стадионного лоркаута. Меня зовут Олег Витко, я являюсь одним из ведущих этой программы. И сегодня я расскажу вам о приседаниях. Приседания являются одним из базовых движений, которые мы по многу раз выполняем каждый день. То есть все мы садимся на стул, все мы встаем, делаем это много раз. Поэтому оно является для нас очень естественным. Но также приседания являются одним из лучших тренировочных упражнений, особенно если речь идет о тренировке мышц ног. Поэтому давайте приступим к разбору этого упражнения, этого движения. Многие, даже сейчас уже в личном форме, задают вопрос, что это нудное упражнение, это скучное, неинтересно или тяжело, или вот почему бы его не делать, оно мешает мне как-то прогрессировать, или оно может быть вредно для моих коленей и так далее и тому подобное. Пытаюсь сейчас ответить на эти вопросы, чтобы вы поняли, насколько упражнение важное, насколько оно нужное и как важно его не отлынивать. Значит, почему его надо делать, почему надо тренировать? Ну, даже давайте возьмем наш обычный ритм жизни. Как я сказал, все мы садимся на стул, все мы принимаем какое-то сидящее положение в своей жизни. Если мы не будем делать элементарно и правильно такое естественное движение, то с годами, а это упражнение, это движение мы делаем на протяжении всей своей жизни, оно может привести к очень плохим последствиям. Они будут накапливаться очень незаметно. Но в те же 50, 60, 70 лет вы увидите, как эти проблемы начнут вылезать. То есть, если не верите мне, посмотрите за многими пожилыми людьми и после разбора этого видео вы на самом деле посмотрите, насколько неправильно они приседают. И это сложилось в течение всей жизни. Значит, для того, чтобы разобрать приседания, технику его выполнения, я разделю это упражнение, как классически его разделяют многие тренеры, на 4 фазы. 4 фазы – это исходное положение, это опускание в присед, это нижнее конечное положение и подъем из приседа. Давайте подробнее остановимся на каждой из этих фаз. Значит, фаза номер 1 – это исходное положение. Исходное положение в приседаниях – это основная стойка, то есть положение стоит. На что обращать внимание? Начнем с ног снизу и пойдем вверх. Первое – это стопы. Стоп, положение стоп, ноги надо ставить где-то на ширине плеч. У каждого человека положение стоп, оно индивидуально определяется особенностями строения вотозабедренных суставов прежде всего, ну и также, возможно, какие-то дисфункции или патологии, или какие-то ограничения, которые каждый уже получил в своей жизни, ну, уникальные для него. Но, обычно для всех положение – это на ширине ног. Носки, разворот носков чуть-чуть в стороны. Чем шире мы ставим ноги, тем больше носки разворачиваются наружу. Чем дуже ноги, тем более, так сказать, они параллельны друг к другу. Положение ног поставили, смотрим симметричность левой и правой стороны. Так как приседания задействуют и левую, и правую часть тела одновременно, естественно и логично, что все должно происходить симметрично в этом движении. Но, тем не менее, как убедятся многие наши участники, не у всех людей это происходит так. Лично я, например, являюсь довольно-таки неудачной моделью, обычный человек со своими проблемами, и у меня они присутствуют даже в элементарной стойке. У меня левая нога занимает больше разворот наружу. У меня это образовалась особенностью того, что я занимаюсь очень долго хоккеем в любительском уровне. У меня левая нога толчковая, и получается, что я ее привык разворачивать наружу. Точно так же я ставлю в приседания. Сейчас я над этим работу, устраняю, но у каждого человека могут быть какие-то такие нюансы, я думаю, на себе вы их тоже отметите. Значит, ноги поставили. Дальше, корпус тела. Значит, положение тела. Тут сразу стоит сказать о так называемой концепции нейтрального положения. Автором которой, в случае я ее просчитал в книгах Сергея Струкова, «Основы фитнес-тренировки», «Основы фитнес-тренировки 2.0». Что такое концепция нейтрального положения? Грубо говоря, вы знаете, что в результате прямохождения наш позвоночник принял S-образную форму. У нас имеется искривление позвоночника, естественное, природное искривление, которое помогает нам справиться с весом наших тела, когда мы ходим ровно. Что это за искривление? То есть искривление позвоночника, которое идет назад, это кифоз. И вперед это лордоз. Самый известный кифоз и лордоз, который все мы наблюдаем, это грудной кифоз и поясничный лордоз. Но точно так же в шейный отдел у нас также имеет лордоз, искривление в эту сторону. И крестец, крестовый отдел имеет кифоз. Так вот, когда мы занимаем исходное положение, нам нужно принять нейтральное положение позвоночника. То есть, чтобы были соблюдены все естественные сгибы и без, скажем, чрезмерного прогиба в каком-то из них. Как определить чрезмерный прогиб? Все очень просто. В фитнес-сообществе есть шутка про этот предмет, который я сейчас держу в руках. Называется палка-выпрямлялка. То есть есть специальные гимнастические палки, они используются в тренажеровных залах или бодибары. Ну, дома не у каждого будет такой инструмент. Можно подобрать любую палку, которая есть у вас дома. Это может быть труба от пылесоса, швабра, ну, что угодно. Это палка, которая имеет длину от метра до полутора, где-то до пяти сантиметров в диаметре. Которая будет довольно жесткая и не будет гнуться, когда вы будете приседать, чтобы вы ее не сломали, не согнули. Ну, в общем-то, есть все требования, которые к ней предъявляются. То есть я точно так же нашел дома какую-то определенную подсобную палку. И сейчас вам покажу, что такое нейтральное положение позвоночника. Значит, для этого палку прикладываем к спине. И касаться она спины должна в трех частях. На уровне затылка, между лопаток и между лепетицей. Руки. Нижняя рука берете на уровне поясницы, верхняя рука на уровне шеи. Вот ваше нейтральное положение позвоночника. И это нейтральное положение позвоночника мы должны соблюдать во время всего движения. То есть ни в коем случае нет комеса. Это очень важно. Это критически важно для здоровья поясницы. Тем более, что, ну, скажем, уже были участники, которые жаловались на давление боли после приседаний. Ну, что там таить, я сам получал травму поясничного отдела во время приседаний. Без этих решений оказалось бы так, естественно, так просто. И тем не менее, тоже таит в себе опасность определенное это движение. Значит, исходное положение мы описали. Не стесняйтесь приседать с этой палкой. То есть это можно делать довольно-таки долго на протяжении месяцев. Так вот, приседания являются натосуставным упражнением, довольно тяжелым в координационном моменте. Поэтому технику приседания вы освоите ни за день, ни за два, ни за неделю. Она осваивается месяцами. Если кто-то будет заниматься приседаниями с отягощениями, сейчас мы, конечно, будем приседания без отягощения, но, в принципе, техника, которую я расскажу и покажу, для приседаний с отягощениями она также подходит. Так вот, по мере увеличения отягощения надо все время контролировать технику. Возвращаться к базе, возвращаться к основам, перепроверять тоже свое нейтральное положение, проверять, как работают, как двигаются все суставы. То есть техника – это не что-то такое статическое, что вы выучили, и до конца дней, то есть все нормально. Нет. Чем сложнее условия выполнения, тем больше крепы они идут к технике, и постоянно нужно корректировать и уточнять. То есть техника, опять же, это приседание, это двигательный навык. Поэтому, если он не репетируется, если он не повторяется, то этот навык уходит. Да, восстановить его будет, конечно, потом легче, после корта определенного перерыва, но, так сказать, основное его выполнение имеет место быть. Значит, исходное положение мы приняли. Я так и буду приседать с этой гимнастической палкой, чтобы вам было удобнее смотреть. Значит, движение, фаза номер два – обсканий в присед. Обсканий в присед у нас происходит в результате преимущественного движения двух суставов – тазобедренных и коленных. Происходит сгибание и в тех, и в других суставах без выраженного движения, то есть преимущественно в каком-то из суставов, то есть синхронное. И за счет этого происходит обскание в присед. Также для компенсации для движения равновесия произойдет определенное разгибание в голеностопных суставах. Это естественно, этому движению препятствовать не надо. Я думаю, многие из вас слышали замечание, что колени не должны выходить за носки. Сразу забегая наперед, скажу так, у некоторых людей, даже скажем, наверное, у многих людей, у большинства, так сделать не получится. От чего зависит, выйдут ли ваши колени за носки? Это зависит от соотношения длин и длинных частей тела, то есть голени, бедра и туловища. Когда вы приседаете, центр масс вашего тела, он смещается вперед или назад, за счет этого вы компенсируете движение в коленостопных суставах, и колени ваши так или иначе выйдут за носок или нет. Сейчас говорю, у меня за носок колени выходит. Значит, давайте приседать. Давайте, а на боком будет видно лучше. Как я сказал, движение происходит, сгибаемся в тазобедренных и в коленных суставах одновременно. Происходит сгибание. Не забываем про нейтральное исположение позвоночника. Сейчас потом покажу еще раз палку, как это происходит. Приседание идет вот так. Спина в нейтральном положении. Есть определенный момент по пояснице, и он соотносится с таким вопросом, до какой глубины приседать. Многие говорят, что приседать надо до параллель. До параллель чего? Бедра, пол. Поехали. Кто-то говорит, что она делает глубокие приседания, как называемые, задницей в пол. Лифтерские, тяжелоатлетические приседания, то есть вы видите, они приседают очень глубоко, широко расставляют ноги, и приседания получаются довольно глубокие. Те же, например, футболисты в своих тренировках любят делать приседания неглубокие, скажем, где-то так, но за счет маленькой амплитуды они накидывают себе большие весов, и тренера даже хвастаются, что вот якобы мой футболист приседает 300 кг веса за счет небольшой амплитуды. Так, до какой глубины приседать стоит? Здесь ориентируемся, опять же, на нейтральное положение позвоночника. То есть та глубина, до которой вы можете сохранить нейтральное положение позвоночника, не сгибаясь, прежде всего, в попчике. Это и будет ваша глубина приседания. Можно ли увеличить данную амплитуду движения? Да, конечно, можно. Прежде всего, для этого нужно заниматься растяжкой колено-стопных суставов. Но на самом деле, там существует ряд тестов, которые необходимо пройти и выяснить, какой отдел или, скажем, что отвечает за то, что вы не можете сесть глубже. Как происходит это движение в пояснице, в скруглении? Я надеюсь, будет видно на видео. Но если нет, то я думаю, что сами на своем движении, у вас зеркало, вы там можете увидеть или посмотреть, если будете приседать с партнером, то есть вы посмотрите у него, он у вас. Значит, идет приседание. Все равно спиной, а потом идет так называемый кивок копчиком. То есть я скругляю внизу поясницу. Да, приседание у меня получается, но движение при этом нарушается. Вот этот вот кивок копчиком, округление поясницы, происходит движение позвонков друг относительно на друга. Там есть такие структуры, как межпозвонковые диски, и получается большая нагрузка на эти межпозвонковые диски не по всей площади, а с одной стороны. То есть мы как бы защемляем этот межпозвонковый диск, что в итоге может привести к очень плачевным последствиям, вплоть до режима межпозвонковых дисков. Штука очень неприятная, штука очень страшная. И самое интересное, что в возрасте у людей практически здоровой спины не наблюдается так или иначе. Мы все это травмируем. Но я надеюсь, что выучив технику этих приседаний, вы сможете больше контролировать свои движения и оставить свою спину более здоровой на более долгое время. Со спиной, с телом разобрались позабедренные коленные суставы. Значит, здесь довольно все очень просто. Мы ориентируемся на движение коленей и оно должно быть, колено должно двигаться над большим пальцем. То есть колени не должны заваливаться внутрь, не должны сильно разводиться наружу. То есть должны находиться над стопой. Проекция колен над стопой. То есть попробую показать. Нет, она так будет лучше. То есть колени остаются над стопами. Все очень просто, ничего страшного. То есть от зависимости уже туда от того, относительно гибкости ваших голеностопов, куда выйдут колени, ну, значит, так оно у вас и оказывается. При этом стопы. Очень важно не отрывать пятки от пола. Есть рекомендации, там, держать вес на пятках, как-то еще какие-то возможно вы видели нюансы или схожие рекомендации. Но все-таки правильно будет держать вес полностью на всей стопе. Опять же, приседания без отягощения довольно просто. То есть есть отрыва в пятки на носках. Довольно просто оторвать носки, оставшись на пятках. Но если вы будете приседать с отягощением, то такие фокусы у вас, конечно, не получатся. Поэтому приседания правильно сразу с положением на всю стопу. Значит, на этом фаза 2, наверное, рассмотр будет закончен. Вопрос, куда руки? Руки вы опускаете куда-куда вам удобно, ну, или держите их там, где вам удобно. Но сразу замечу, если у вас большие проблемы с гибкостью, то руки выносите вперед. Так вы создадите больше противовес и, в общем, вам будет более устойчивое положение принять. Для приседаний. То есть, ну, так же, то есть, можно держать руки над головой. У меня не хватает плечевого пояса, как вы видите, чтобы держать их над головой. Можно скрестить сзади, да что угодно, в принципе, можно с ними делать при неотягощенных приседаниях. Это, в принципе, несущественно. Да, при опускании насчет второй фазы, давайте еще отметим этот момент, который я упомянул в первой фазе. Асимметричность левой и правой сторон. Сразу говорю, очень многих, очень многих людей, особенно, которые там, может быть, много играют в футбол или какие-то другие спортивные активности, одна из ног становится ведущей. Как у нас есть ведущая рука, в основном правая, так и появляется ведущая нога, то есть, которой мы больше бьем, может быть, отталкиваемся. Соответственно, мышцы этой ноги становятся сильнее, незаметно для вас. И в приседаниях вы можете видеть такую штуку, что вы смещаетесь к одной из ног. То есть, это будет выглядеть примерно вот так. Может быть, не так сильно, конечно, но на самом деле я видел довольно-таки сильное отклонение. Опять же, если приседать с отягощением, чем больше отягощения, тем больше начинаются видны все эти нюансы, искажения и недостатки. Также позвоночник, кроме того, что мы поддерживаем нейтральное положение, возможно, скручивание, или не ротационное движение влево-вправо позвоночником. То есть, обращайте на все это внимание, спросите партнеров, коллег, родственников, знакомых, чтобы посмотреть за вами со стороны. Может быть, снимите это на видео, вам будет проще корректировать свою технику. Значит, конечное положение, это, как мы сказали, там, где у нас будет соблюдена нейтральная позвоночника. В этом положении важно задерживаться. То есть, секунда-две остановки очень важны для движения, для фиксации этого движения, потому что, когда многие приседают, особенно неотягощенно, особенно большое количество, там, я не знаю, из-за каких-то соревнований приседать 50, 100, 200 раз, то, поскольку такое движение по затрухающим придут, где-то все меньше и меньше мы приседаем, то есть, все больше начинаются какие-то дергания. Естественно, ну, зачем его делать? Мы сейчас занимаемся тренировками, прежде всего, я думаю, на здоровительного плана, поэтому четкая работа мышц, четкий контроль за работой мышц, он даст лучший результат, чем большее количество. Мы не раз об этом говорили в стабильнике, это же касается этого момента. Поэтому, конечную фазу вы всегда должны выделять. Точно так же, при желании выделять начальную фазу. То есть, движение у вас должно быть исчерчено в начале и в конце. Присели, встали, присели, встали. Подъем из приседа. Подъем из приседа, ну, здесь нет ничего такого сложного, потому что, если было бы у нас эти огощения на плечах, там есть определенные моменты, нюансы. Прежде всего, происходит первостепенное сгибание коленок, с пау, потом тазабельный, то есть, штамм глядает сверху, поэтому часто люди разгибаются в коленях, поднимают задницу, потом разгибаются в тазобедренных суставах. То есть, ну, в нашем случае это вряд ли произойдет, но тем не менее, наблюдайте, я не знаю, какие-нибудь нюансы у каждого человека, то есть, разгибание в суставах, оно должно быть синхронным. Синхронно разгибаются в коленях, синхронно разобьются тазобедренные суставы. И возвращаемся в исходное положение. В общем-то, на этом все, все четыре фазы. Я рассказал, надеюсь, вам это поможет приседать правильно и оставить здоровье в вашей колене и в вашей спине. Всего доброго!